Друзья, мои всем привет! Я снова снимаю из того же самого магазина под названием Banana Republic. Предыдущее видео я снимала и очень оно мне не понравилось. И все, что я примеряла, было какое-то не то и не так. И когда я уже выходила из магазина, я поняла, что я прошла мимо самого интересного. Потому что я там ковырялась на распродаже в каком-то куске. А потом я поняла, выходя, что там еще было очень много всего. Что тоже было, кстати, на распродаже и вещи намного более интересные и такие достойные, чем те, что я примеряла. Тоже не дешевые, но по крайней мере выглядят они получше, хотя бы на вешалке. Я решила сегодня вернуться сюда, чтобы доснять, так сказать, вторую часть, чтобы немножко реабилитировать этот магазин. Вот смотрите, какие у нас тут всякие интересные вещички. Как у них интересно, вот то, что на распродаже. У них, видите, написано с таким жетончиком висит, написано селси. Так, а сегодня я вот с такой вот, у меня такая юбка, такая вот юбка, синий просто свитер, мой жакет, ботинки, как всегда мои, черные и вот такие вот бусы. Ну вот, если я вам показала себя, сейчас давайте примиряться. Так, смотрите, это первое платье. Оно очень интересное, и я вам хочу сказать, я поняла, в чем была моя ошибка вчера. Я очень давно не была в этом магазине, и когда-то я здесь носила смол-мидиум, но я с тех пор сильно поправилась, и я как бы нахватала тут ларч, экстра-ларч, в общем, все, что было самое большое, маленькие размеры даже не брала. Это мне маловато, но это смол-мидиум не было, был только смол и экстра-смол. Это платье тоже на распродаже. Оно мне маленькое, не смертельно в животе, но у него есть карманы, оно очень-очень симпатичное. Но есть нюансы, я вам сейчас объясню, когда его сниму. Опять же, я не помню, чтобы у них вещи были такие длинные. Что, вдруг они стали такую длину побахать, я не понимаю, я вчера тонула во всех, но там были большие размеры, я это списывала на то, что это там ларч, экстра-ларч, а здесь смол. И вот такое вот оно длинное мне, представляете, зачем, мне понятно. Но платье, конечно, очень интересное, хорошая ткань, мне кажется, это какой-то не совсем полиэстер, немножко что-то, что-то получше. Так, с ним я сейчас померю разные тут пинжаки у меня сейчас. Смотрите, какой классный бордовый пиджак, у меня к нему еще есть брюки, костюм, я вам сейчас померю, и вы увидите, как это красиво. Значит, он вот так вот застегивается, и получается вот такой вот жакет. К платью подходит, потому что здесь, нет, не подходит, я думала, что здесь такой больше бордовый, а здесь прям все такое оранжевое-оранжевое. Платье очень длинное, конечно, если бы оно было короче, было бы лучше. Но давайте я сейчас примерю этот жакет с брюками, чтобы вы увидели какой-то красивый костюм. Он очень интересный, он очень дорогой, но он прям реально классный, прям реально классный. Так, значит, состав этого платья вискоза со льном, про подкладку не нашла, но, скорее всего, полиэстер. Само платье, в общем, сделано из красивой вот такой вот поблескивающей ткани, как они лен так сделали, что он вот так вот выглядит. Ну, видимо, добавление вискозы, но очень красивое, вот такой вот карман вшитый. Стоит оно дофига, конечно, 285 долларов на сейле, а стоило, не разгляжу, там, наверное, в районе 400. И это сайз был смол размер, и он как бы не маловат, но не так, знаете, не сильно. Что хочу сказать, о чем, вот, дьявол в деталях. Вот эта петля здесь сзади, видите, здесь пуговичка и петля, вот она сделана из обычной ткани, не резинка. Во-первых, я 5 минут потратила, чтобы ее расстегнуть, и чуть не сломала ногти. И застегнуть на себе сзади я даже не пыталась, потому что если я с трудом расстегнула ее, держа ее вот так в двух руках, то застегнуть сзади, когда она у меня там на спине, это вообще немыслимо совершенно. И вот в более, так сказать, брендах, которые более, думаю, это своих покупателей, вот эта вот петелька, она всегда сделана из такой прорезиненной ткани или резинки, потому что вот такая малюсенькая петля и вот такая вот пуговица вместе, это, конечно, такой гемор вот это вот застегивает. Но я хочу все равно сказать, что платье неплохое. Реально такое, знаете, прям красивое платье. Размерчик у него маловато, мидиум был бы в самый раз. Так, смотрите, просто отличнейшие брюки. Немножко мне длинноваты, но чуть-чуть. У меня, в принципе, не очень высокий лук, их можно было немножко подкоротить. Прямо отлично на мне сидят. Просто супер шикарные стоны. Я их примеряю со своим топом. Я принесла для них топ, но я вам сейчас объясню, что с ним случилось. И вы будете смеяться так же, как смеялась я. Сейчас я примерю жакет с этими брюками. Видите, какой-то красивый получается костюм. Смотрите, какой классный, элегантный костюм. Без подобного такого винного цвета. Очень-очень хорошо сделан, очень хорошо сшит. Я не знаю, что за ткань. Мы сейчас вместе посмотрим, но очень классно эти брюки с этими. Здесь карманы есть, они просто зашиты. Поэтому я в них руку не могу засунуть. Посмотрите, как красиво. Очень красивый костюм получился. Брюки надо подкоротить только немножко. А так они очень удобные, хорошо сидят, такой хорошей высоты. И вот такой вот в месте прикольный костюмчик. Мне нравится. Очень даже классно. Правда? Смотрите, состав шикарный. Значит, 100% шерсть сам жакет и 100% вискоза подкладка. Стоит он 240 долларов и стоил 300. Десятый размер. Скидка не очень большая. Но я вам хочу сказать, что даже 300 долларов для чисто шерстяного жакета, чисто шерстяного пиджака, который сшит очень хорошо. Посмотрите, как он весь сделан красиво. Здесь что-то написано про ткань. Что ткань какая-то. Фабрика Альта. Пай. Не знаю, не могу прочесть. С 1836 года вот эта вот ткань выпускается. Ну, в общем, какая-то очень-очень такая клевая ткань. Ну и 100% шерсть. И сейчас он 240. Вы знаете, что я вам скажу? За 240 долларов 100% шерсть жакет. Это не так уж ужасно. Не так уж ужасно. И он, видите, как сделан. Интересно. Очень-очень прикольный. Хороший. Такой прям хороший. Хороший жакет. Цвет обалденный. Такой винный вообще. Так. Я, знаете, принесла под него топик. Черненький. Но с ним случилась какая-то... Я его сняла с вешалки и не смогла... У него есть какая-то загадка, как его надевать. Может быть, сейчас я попробую еще раз. Подождите. Если не получится, то еще сниму вам и покажу. Лозочка. Район сольном. Тоже вот такая вот блестящая. Стоит 120 долларов. Десятый размер. Не на селе она, что ли, я не поняла. Но я сдалась. Потому что я не поняла, как ее надевать. Она у меня вся вот так вот закрутилась, перекрутилась. Я вертела ее, вертела. Вот это зад, спинка. Вот это спинка. Значит, это должен быть вперед. Гордеев узел. Гордеев узел. Она такая с баской. Здесь вот такой замочек. Но, девочки, я сдалась. Я не смогла ее померить, потому что я не поняла, как ее надевать. Вот я крутила, вертела. Здесь полчаса перекручивала вот эти вот прительки с одной на другую. Здесь вот что-то собрано. Короче, незадачливый блогер ваш, как всегда. Как всегда. Облажался. Совершенно прикольный такой пальто-халат. Коротенький. По-моему, такой же рисунок, как я примеряла свитер здесь вчера. Похожий рисунок, правда, во всяком случае. Он такой прям реально пальто-халат. Широкий рукав. Красивый воротник. Застежки нет, есть пояс. И вот такие вот два кармана. Очень похож на тот свитер, который я вчера примеряла. Я уже не помню, как он выглядел. Его, кстати, сегодня уже в магазине нет. Его уже купили. Я, кстати, вот два дня. Разница, да? Вчера была здесь и сегодня. Здесь уже другие вещи висят. Но эти были. Эти я вчера заметила, когда выходила. Я подумала, о, черт, надо было на них померить. Такое красиво. Вот это платье. Вчера были все размеры. Сегодня, видите, осталось столько смол. Чтобы вы понимали, за такие вот шаленые гроши, за такие шаленые гроши 285, почти 300 долларов. Но размерчики раскупили, да? В общем, очень симпатичная вещь. Мне очень нравится. Прям супер. Очень хорошо. Очень хорошо выглядит с брюками с этим. В тон. Потому что здесь, видите, есть такая, типа, бортовая, немножко такая больше сливовая полоса. И такой вот в узоре в этом вставка. И с этими брюками прямо отлично выглядит. Вы знаете, у него неплохой состав. Это, там, шерсть хлопок, в основном шерсти хлопок, немножко полиэстера есть, а подкладка полностью район. Но вам сейчас покажу цену, и вы удивитесь. Так, стоил он 780 долларов. Сейчас на распродаже он 600 долларов. И это размер medium large. Они идут medium large, small, extra small, как-то вот так. Ну, medium large это то, что мне надо. Но цена, конечно, убийственная. Но вещь симпатичная. Ну, такой магазин, да. С такими ценами. Я удивляюсь. Вот смотрите, пиджак шерстяной, да. Стоил 300. Я что-то не понимаю, что-то я не понимаю. А это, здесь как бы, он тоже, это же не пальто, но он как бы, в нем тоже много всего. Немножко шерсти, немножко хлопок и какая-то синтетика. И вот он стоил 780. Как это можно объяснить? Я не знаю. Не знаю, девочки. Не понимаю я наших цен. Хоть убейте мне. Так, смотрите, брюки. Тоже десятый размер. Тоже чистая шерсть. Ткань. Стоили 200, сейчас стоит 160. Ну, это не страшно. Для чисто шерстяных брюк это, в принципе, вполне нормальная цена. Так же, как и для этого жакета. То есть, понимаете, здесь есть вещи какие-то безумно дорогие. Вот, как, например, вот это платье, которое стоило дофига даже сейчас на распродаже, а до распродажи очень дорого. Вот это вот такое полупальто. А вот есть вещи, которые более такие, может, какие-то у них коллекции разные. Но я не знаю. Я никогда не замечала. У них есть аутлет в этом магазине. И вот я знаю, что аутлет у них есть вещи, которые специально шьют для аутлета. То есть, это не то же самое. Это не то, что здесь не продали в магазине и отправили в аутлет. У них есть магазин аутлет, где шьются товары специально для аутлета. Он тоже очень дорогой. Я в него заходила. Мне тоже стало темно в глазах от этих цен. Мне кажется, что он даже ненамного дешевле. Вот если здесь поискать, то можно, в принципе, найти за, ну, скажем, более или менее приемлемые какие-то вменяемые... Нет, это не вменяемые цены, но это по отношению к другим каким-то вот вещам. Они более или менее вменяемые. Вот. В аутлете очень дорого все тоже. Еще одно платье я принесла. Вы знаете, оно мне не мало. Здесь есть замок. Я даже его надела, не открывая замок. Но оно вот здесь вот такая ткань, что оно все-все выпячивается. То есть, под него надо носить утягивающее белье. В принципе, оно мне не маленькое, видите. Но просто какая-то ткань или свет здесь такой. Вот очень часто еще свет примерчных такой ужасный, что он все подчеркивает. Платье, в принципе, очень красивое. Оно тоже сделано из двух тканей. Там внизу мой топ черный, поэтому оно, в принципе, оно такого молочного цвета. Я думаю, что это то же самое. Просто перевернуто. Вот помните, как я в прошлый раз вчера мерила зеленое платье? То есть, оно как бы, у него лицевая сторона и изнанка, она разных текстур. Вот одна сторона вот такая вот шершаяненькая, а вторая сторона вот такая вот блестящая. Это, по-моему, у них вискоза такая. Видите, вот рукава, манжеты сделаны из шершавой ткани. А юбка, юбка платья, низ платья сделан весь у вас вот такой блестящий. Очень красивое платье, реально красивое. Тоже так интересно сделано. Видите, у него как-то здесь такой край не обработан. Тоже мятая, конечно, за такие деньги. Я вам сейчас сниму и покажу. Вот так оно выглядит в полную длину. Живот тяну, сейчас, чтобы было красиво, как будто на мне белье утягивающее. Вот такая вот красота. Да, это стопроцентный район. Видите, он как будто бы имеет двухстороннюю... Вот эта сторона блестящая, а эта такая вот шершаяненькая. Вот они скомбинировали вот этот вот верх и низ. Здесь у них разный. И здесь оно, видите, как интересно сделано. Такой обработанный, в принципе, край, но интересно так зашито. И внизу разрезы. Да, мятая. Так, конечно, надо было это всё им погладить. Но вот интересные пуговички такие. Манжеты симпатичные. Маленький такой небольшой воротничок. А, значит, это 12 размер. Стоит оно 189,99. 190 долларов. А сколько стоило, не знаю, заклеено. Но это тоже сейл распродажа. И вот так вот. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот цена сделана в Турции. Что у него сзади? Сзади у него кокетка. И вот такие вот две складки и юбка. Теперь я хочу вам сказать, вы знаете, что меня удивляет? Значит, у нас в магазинах нету как бы единообразия в размерах. То есть у нас есть вот эти вот размеры. 12, 10, 8. То есть вот эти вот американские. А есть medium large. Например, вот это вот платье. Да? Где оно? Затерялось у меня. Вот это. Оно как бы идёт small, medium, large. И вчера я примеряла платье тоже small, medium, large. Вот этот medium large. То есть, ну как бы вот такие размеры. А вот есть с другой стороны размеры. Вот эти вот 12. Например, вот эти я примеряла брюки 10. Пиджак 10. Это 12. В принципе, платье 10. 10 бы тоже на меня налез. Но за счёт того, что здесь очень тонкая ткань. У меня даже, видите, в 12 выделялся живот. Брюки и жакет лучше, потому что они плотные. Из плотной ткани. И поэтому они, в принципе, на мне лучше сидели. А это мне надо было бы, конечно, размерчик вот 12 и то. Всё равно живот торчал. Но мне очень интересно и непонятно, почему у нас вот в одном и том же магазине не могут сделать размеры. И это не только здесь. Вкос, по-моему, у нас то же самое. Почему не могут быть размеры все одинаковые? В чём смысл? Зачем нужно так путать людей и делать вот эти вот американские размеры и в то же время делать размеры small, medium, large? Почему нельзя? Везде у нас, во всех магазинах так. Я не понимаю смысла этого. Ну вот, наверное, в Zara нет. По-моему, в Zara там... В Zara и ЧНМ там, по-моему, small, medium и large. И только на джинсы есть вот эти 31, 30, 29. Вот такие размеры. А во всех почти остальных магазинах вот такая вот путаница и фигня. Причём это один и тот же бренд. Одна и та же компания. И вот так вот они странно. Почему-то есть такая странная размер на сетку. Ну что ж, друзья мои. Вот сегодня вторая серия примерок из магазина Банана Репаблик. Я надеюсь, что я немножко его реабилитировала перед вами. Потому что всё-таки есть вещи неплохие. За цены я вообще молчу, не говорю. Но, в принципе, не так всё ужасно. Хотя, конечно, и совсем не радужно. Да. Если посмотреть на цены, состав... Ну, в общем, непонятно. Непонятно. Вот пиджак и брюки... Вернее, пиджак и брюки реально неплохие, с хорошим составом и за неплохие деньги. А всё остальное, что-то какое-то непонятно что и почему так дорого, я не знаю. Всё. На сегодня всё. Встретимся обязательно в следующем видео. Всем привет из Канады. Люблю. Целую. С вами была Дита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok